В регионе педагогов и преподавателей обучают технологиям виртуальной реальности. Эти знания очень пригодятся для уроков. Во многих школах и колледжах продолжает поступать современное цифровое оборудование. Чтобы оно приносило максимальную пользу в учебном процессе, учителям пришлось самим сесть за парты и начать приобретать навыки работы с ним. Без помощи квалифицированных специалистов овладеть не так просто. 3D-технологии в какой-то степени позволяют заменить ручные практикумы на виртуальные практикумы. Те же самые кузовные работы, которые требуют и большого количества расходных материалов, и помещений, и так далее. Какие-то вещи можно провести виртуально. Когда к нам приезжал мобильный кванториум, у них тоже были виртуальные очки, детям очень нравится с ними работать. Ну и это новые технологии, поэтому хотелось бы научить детей пользоваться. Это уже пятый набор педагогов и преподавателей, которые осваивают технологию виртуальной реальности всего. Навыки по этой дисциплине получили более 100 работников образования региона. Обучение ведет Центр, опережающий профессиональной подготовки. К слову, не только по этой дисциплине. И учатся здесь не только учителя и преподаватели. ЦООП взаимодействует со всеми образовательными учреждениями и ведет подготовку по тем специальностям, которые наиболее востребованы на рынке труда. Мы объединяем все образовательные услуги в части краткосрочной подготовки продолжительностью до 6 месяцев, которые реализуются на территории региона или которые могут быть реализованы на территории региона под запросы конкретных работодателей. ЦОП запущен у нас уже, прямо скажем, не первый день, а свой функционал он выполняет уже в течение всего года. Но вот программа непосредственно на площадке ЦОПа, это, собственно, та, которая реально стартует сейчас. Эта программа связана с обучением виртуальной реальности и дополненной реальности. Практически за неделю есть возможность реального погружения в использование соответствующих технологий в образовательный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова